А сейчас в нашей студии доктор экономических наук, научный руководитель экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гантмахер. Обсудим последние экономические новости. Сегодня их много. Евгений Шлемович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Ну вот, Байден заявляет, что теоретически российские банки могут попасть под санкции и операции с долларом им могут запретить. Это вообще насколько для россиян, которые держат валютные сбережения, опасно? Ну, я бы сказал так. Если это будет реализовано, я пока не уверен. Что, ну вот только что был же разговор о всяких политических моментах, я думаю, такого рода санкции, они, конечно, очень жестокие. Если действительно будут закрыты все корреспондентские счета наших банков, ну, тем более ведущих банков, там, в американских банках, если доллар станет валютой, которой российские банки не имеют права пользоваться, это очень жестоко. И на самом деле это удар по российской экономике и по населению, которого мы еще не испытывали. Но, я повторяю, это такая санкция, которая будет только если реально вдруг действительно начнется война, там, военные какие-то действия. Это очень крайний случай. Но важно немножко другое. Сама угроза такого рода санкции, она имеет большое значение. Мы с вами видим во вторник, что происходило, хотя формально пока ничего не произошло. Но инвесторы, держатели ценных бумаг, и, кстати говоря, я думаю, те люди, которые держат как-то непарадоксально рубли, да, на своих счетах в России, но они, конечно, немножко побеспокоились, потому что рубль на этих всех новостях, он же падает по отношению к тому же самому доллару. Так что уже сам по себе разговор об этом, причем из уст президента Соединенных Штатов, он уже оказывает, мне кажется, довольно негативное влияние на ожидание. Это тоже такая крайность у Байдена, значит, Путин говорит свои крайности, а Байден свои, мы запретим долларом пользоваться. Ну, доллар, потом, ну, у нас уже такая классическая добор, SWIFT, там, да. SWIFT более мягкая мера, получается? Ну, SWIFT более мягкая мера, потому что технически, даже если, допустим, SWIFT будет отключен, там есть варианты обходные. К этому, кстати, российская банковская система уже давно готова, потому что это абсолютно не новая угроза. Об отключении SWIFT начали говорить еще там с 2014 года, и я знаю, что Центральный банк по этому поводу подготовил какие-то резервные схемы, схемы, которые, в принципе, позволят проводить расчеты, но, конечно, более сложным путем, с какими-то, может быть, с какими-то задержками по времени. Но вот доллар, да, доллар, это, пожалуй, это очень серьезный удар, если это будет. А вот SWIFT на практике для нас, вот мы же пользуемся банковским приложением, переводим, да, это как-то будет замедлять работу? Ну, безусловно, но вообще SWIFT, это, прежде всего, конечно, для юридических лиц принципиальный момент. Ну, мы с вами, ну что, ну, если вдруг переводим там какие-то очень небольшие суммы, да, если вдруг это получается. А, допустим, торговля, да, она идет, там же суммы немножко другие, там и миллионы долларов и так далее. И это, конечно, как раз ударит именно по экономике. Ну, плюс, вот мы с вами говорим про ожидания, это же очень важный экономический фактор. И население того же бизнеса, ну, даже в прошлом году у нас же был официально зафиксирован рекордный отток капитала. Это еще было до всех этих конкретных разговоров о долларах, там, о SWIFT-ах. 70 миллиардов долларов ушло, на самом деле, в 2020 году 50. И здесь, на самом деле, не дай бог, конечно, но мы стоим на волоске, конечно, тут, я понимаю, наш регулятор должен за этим внимательно следить. Ну, я боюсь, что может быть какая-то паника, когда люди, например, побегут срочно снимать наличность, да, или там срочно переводить либо рубли в доллары, либо, наоборот, доллары в рубли. Это может вполне, знаете, как кровеносный сосуд, он может просто быть забитым вот резкой нагрузкой на банковскую систему. Это очень опасная ситуация. А сейчас простым гражданам что делать? Покупать валюту или ждать, что укрепится после переговоров? Ну, послушайте, Арсений, ну, это такой классический вопрос, потому что на который уже много лет спрашивают. Ну, там ведь все зависит от того, сколько у вас денег, во-первых, в сбережениях, да. Если у вас там, ну, слонга, там несколько тысяч долларов или эквивалент в рублях, не имеет никакого значения, на самом деле. А если у вас большие суммы, то там это тоже классический рецепт, но надо диверсифицировать. Надо часть, конечно, хранить в рублях, часть в евро, часть в долларах. Это старый рецепт, он никуда... Классический рецепт. Это классический рецепт, он абсолютно не поменялся. Буквально два слова о Путине, там говорилось, что даже в теории могут против Путина санкции вести, но как американский суд будет доказывать, что эти активы принадлежат президенту, а эти нет? Ну, я думаю, это тоже разговор, или даже есть там проект решения Конгресса, да, он там внесен. Я думаю, что такое решение введения персональных санкций против главы государства, но, в принципе, у нас были такие прецеденты, допустим, помните, президент Судана уже бывший, по-моему, еще пару каких-то руководителей, ну, совсем уж таких, фейл-стейт, да, но они были под санкциями, но в отношении Путина, я думаю, что нет, потому что это примерно так же, как отключить Россию от доллара. Это совсем крайняя мера. Она действительно... Словесные интервенции. А это снова же форма оказания давления, потому что, действительно, это же надо предъявить какие-то доказательства, аргументы. И, в общем, я бы сказал так, наша сторона, те люди, кто имеет какие-то большие валютные активы, ну, я не про Путин ничего сказать не могу, но те, кто реально имеет большие активы, они настолько, по-моему, научились за эти годы, находясь под постоянной угрозой тоже санкций, блокировки своих активов, настолько научились это все диверсифицировать и разводить, через посредников в какие-то третьи страны, что это... Я сомневаюсь, что это можно будет доказать в каком-либо объективном суде. Еще одна важная тема. В Молдове режим ЧП ввели на 60 дней из-за долгов по газу. Ну, вроде бы, сегодня деньги нашли, заплатили. Что сейчас происходит там, на самом деле? Ну, Молдова вообще не готова, безусловно, к тем ценам, которые были... Которые сейчас «Газпром» продает газ, потому что... Ну, вы помните, ситуация была, когда договор закончился с «Газпромом», и «Газпром» предъявил, в общем, свои запросы, да, когда цена на газ там выросла, по-моему, раза в два, по сравнению с тем, что это... Даже больше. По сравнению с тем, что это было. Ну, это конъюнктура. Это конъюнктура. Мы с вами видим, сколько знаем, сколько газ стоит в Европе. Ну, наверное, есть какой-то и политический момент в этом, безусловно, потому что отношения с Молдовой у нас довольно сложные. Хотя это не Украина, к счастью. Это все-таки отношения не на такой стадии. Сейчас цены... «Газпром», насколько я знаю, тоже хочет немножко повысить. Исходя из конъюнктуры, там есть определенная формула, по которой это считается. Это не то, что вы там из головы берете эту цифру и кладете на стол. Ну, в Молдове экономическое положение очень тяжелое. Это страна... Это какой-то геополитический торг между ними? Нет, нет, нет. Я думаю, на две трети это торг, скорее, коммерческий. На две трети. Есть, конечно, я повторяю, какой-то геополитический момент. Если бы, например, это было в отношении Беларуси, как бы дружественной нам стране, тогда геополитические соображения вступают в полную силу. Тогда идут скидки, в несколько раз газ дешевле, чем он мог бы быть. Вот сравните Беларусь, допустим, и Молдову. Поэтому нет. Это отношение к Молдове, как к стране, которая находится в европейском экономическом пространстве. Молдова же к этому стремится. У нее соответствующие договора о ассоциации с Евросоюзом. А такого договора об ассоциации, допустим, с Евроазиатским экономическим союзом Молдовы нет. Но при этом Кишинев на скидку осенью не соглашался 25%. Ну, это предмет был переговоров. Я так думаю, что есть, видимо, какая-то закулисная часть, которую мы не знаем, которая связана с какими-то политическими вещами. Обратите внимание, что прекратились, по крайней мере, в информационном потоке сообщения о каких-то наших трениях с нынешним президентом Санду, допустим, по поводу статуса Приднестровья, по поводу нашего контингента биотворческого, который там стоит, об этом вообще ничего не пишут. Я думаю, что здесь идет какой-то очень сложный, но процесс балансировки отношений между Россией и Молдовой. В Россию вернемся. Центробанк выступил против криптовалюты и против майнинга. Чуть ли не требует запретить. И Блумберг написал, что якобы ФСБ надавило на Центробанк. Ну, снова же, Арсений, абсолютно не новость. Позиция Центробанка... Старая позиция, понятно, просто она такая агрессивная, наверное. Ну, я не знаю насчет ФСБ, ну, Блумберг ссылается, на что ему что-то больше известно. Но я знаю позицию Центробанка, которая уже достаточно давняя, когда вот только криптовалюта стала заходить на наш российский рынок. Собственно, я вам должен сказать, что позиция российского Центробанка мало отличается от позиции других Центробанков, ну, по крайней мере, развитых стран. Потому что криптовалюта – это открытый конкурент регуляторам старым. Вы понимаете? Потому что сейчас Центробанки в любой стране, да, особенно те, кто имитирует, там, допустим, доллары, евро, вот центральный, Европейский Центральный Банк, ну, российские, безусловно, они контролируют вот эту вот наличность, денежную массу, каким-то образом, тем самым они влияют, там, на инфляцию, на кредитную ситуацию и так далее. А тут вдруг появляется какая-то параллельная валюта, Центральный Банк ее регулировать никак не может, пока нет никакого корпуса, вы знаете, вот, очень тонких инструментов, которые могли бы вот так же, как с обычной традиционной валютой, это регулировать. И получается схема какая? Все больше и больше уходит в оборот криптовалюты, Центральный Банк Сидит ничего сделать не может, и это, ну, пока этот оборот, по крайней мере, в России символический, он очень небольшой, хотя в некоторых сферах-то он действительно уже начинает быть стачимым, но в целом он очень небольшой. Но если он будет дальше расти, тогда вся вот эта бюджетно-финансовая политика Центрального Банка, она будет просто неэффективна, потому что все будет идти мимо него. Поэтому это естественная, достаточно консервативная позиция всех центральных банков мира, ну, по крайней мере, повторяю, таких ведущих в отношении этой новой формы даже не валюты, а денежных отношений. Но, я вам должен сказать, это примерно как была ситуация, даже трудно вам сказать, ну, не знаю, условно говоря, с Телеграмом, помните, когда его пытались в России заблокировать, потом махнули рукой, и он спокойно у нас пока все очень функционирует. Конечно, у криптовалюта большое будущее, это все прекрасно понимают, этот прогресс не остановить. Просто, пока вот современная экономика мировая, пока не понимает, как это дело регулировать. Собственно, с тем же столкнулись и по поводу интернета. Ну да, децентрализованная структура. Есть проблемы, государства сидят и смотрят, они же не могут это все пустить на самотек. Даже страны, допустим, европейские, те же Соединенные Штаты, возникает проблема контроля за контентом, еще там какие-то там террористические угрозы. Поэтому здесь, видимо, в ближайшие годы, я все-таки думаю, будет сделан какой-то комплекс регулятивных мер, глобальный. В том числе, я думаю, Россия, надеюсь, подсоединится. И для майнеров. Просто есть у нас регионы в Северной Оссии целые комплексы майнеров. Но это же легко считается по потреблению электроэнергии. И это войдет в какую-то норму. Вот криптовалюты, они какое-то место займут. В ближайшем будущем, наверное, они не будут превалирующей валюты. Но, конечно, за этими валютами перспектив. И еще одна тема, тоже внутрироссийская. Стоимость автомобиля, уже средний поддержанный автомобиль, больше миллиона рублей стоит, это 13 тысяч долларов для наших американских зрителей, связывают с кризисом полупроводников. Насколько это? Не только. Да, это есть такая проблема. Есть такая проблема, потому что из-за ковида, вообще из-за нарушения логистики мировой, сейчас вот проблема мировой экономики всей в нарушении логистики. Вот этих перевозок, которые проводятся и кораблями, и железнодорожным транспортом, это во многом связано с ковидом и тем, что экономики очень пульсируют. То падают, то растут и прочее. Поэтому запчастей, комплектующих не хватает не только в России, но и во многих других странах. Но есть вторая причина. Вторая причина для России, ну как бы банально, но просто реально новые автомобили стали дороже, хотя бы из-за того, что курс рубля слабеет, и эти автомобили все-таки в основном импортные. И доходы падают. Доходы населения, по крайней мере, значительной части населения падают. Поэтому просто спрос на новые автомобили, он реально пока сжимается. И люди, естественно, идут на вторичный рынок, где как бы считаются автомобили дешевле. Но и там их поджидает вот эта засада, о которой вы сказали. Ну цикл-то этого кризиса закончится, и чипы появятся на рынке. Подешевеет. Есть ли шансы, что машина дешевле станет? Ну, понимаете, тут снова же во многом будет зависеть от того, что будет с российской экономикой. То есть в мировой экономике, конечно, цикл вот этих проблем, связанных с ковидом, он рано или поздно закончится. Возможно, даже в следующем году, скажем так, осторожно. В 2023 году. Но российская экономика, она живет всегда по особым законом, потому что если рубль и дальше будет слабеть, если дальше у нас будет идти снижение доходов, или, по крайней мере, не рост доходов нашего населения, ну тогда возникает вот проблема спроса и предложения, такая классическая. И поэтому здесь пока трудно что-либо предположить, что у нас там начнется какой-то бум, допустим, покупки новых автомобилей. Сложно пока что-то. 10 лет прошло. Да, Евгений Шлемович, спасибо вам большое. В гостях у нас был доктор экономических наук, научный руководитель экспертной группы «Европейский диалог» Евгений Гантмахер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!